На дорогах Славянского района складывается неблагоприятная обстановка. Количество аварий, в том числе и со смертельным исходом, продолжает расти. Основные причины дорожно-транспортных происшествий и меры их профилактики обсудили на заседании районной комиссии по безопасности дорожного движения. В работе комиссии приняли участие представители отдела ГИБДД, руководители структурных подразделений администрации, главы поселений. На повестке дня один из самых серьезных и проблемных вопросов на сегодняшний день. Рост дорожно-транспортных происшествий на территории района. За 9 месяцев текущего года произошло 126 ДТП, в которых 22 человека погибло, 161 ранены. Основные причины аварий – выезд на полосу встречного движения, несоблюдение скоростного режима, дистанции и очередности проезда. С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий сотрудниками ГИБДД проводятся профилактические рейды и мероприятия. Однако справиться с ситуацией может только совместная работа всех заинтересованных структур. С силами госавтоинспекции одной мы никогда не сможем снизить аварийность на территории Славянского района. В эту работу должны включаться все, в том числе и главы поселений. Потому что помимо города практически в каждом поселении есть какие-либо предприятия. Либо это сельхозпредприятия, либо промышленные. У нас в основном сельхозпредприятия. А на них, как правило, есть и грузовой транспорт, числится, так и автобусы. Соответственно, работу надо проводить руководителями этих предприятий. Так как они на вашей территории базируются, передвигаются по вашим дорогам, надо проводить профилактическую работу. Обсудили на заседании и проблемные вопросы, касающиеся пассажирских перевозок. В частности, нарушение правил дорожного движения водителями маршруток и технического состояния их автомашин. Начальник отдела ГИБДД по Славянскому району Евгений Старчак обратился к главам поселений с просьбой усилить контроль за работой маршрутного транспорта. Обо всех нарушениях сразу же сообщать в ГИБДД для принятия мер. Еще один сложный вопрос, касающийся дорожной безопасности, движения больших грузов по мосту через протоку. У нас сейчас две большие проблемы в районе. Это два моста. Один мост через протоку, это Славянский, которому передали сейчас в ведение Министерства дорожного хозяйства Краснодарского края. Сейчас определяется подрядчик, кто его будет обслуживать. И второй мост, это Хутор-Белик. Потому что на сегодняшний день там уже мост закрыт, потому что он признан аварийными, произошла просадка одной из опор, он эксплуатироваться не может. Поэтому, я так думаю, с вашей стороны, может тоже или письма направить, или какие-то предписания выдать, в том, чтобы движение по кольцу, которое сейчас организовано, оно тоже не спасает. Надо ли вводить режим ЧАЭС, пересыпать этот канал, как было выполнено на дороге на Крымскую. Там же как-то нашли решение. По этому вопросу у нас сделано предложение Министерства дорожного хозяйства. Но и с точки зрения организации дорожного движения тоже должны быть какие-то принятые меры. И второй вопрос. По движению большегрузов через Славянский мост. Мост, как мы знаем, тоже находится в аварийном состоянии. Это вопрос времени. Сейчас только передадут его в оперативное управление, какой-нибудь из дорожной организации. Она пригласит в лабораторию, которая вынесет сразу же вердикт о закрытии моста. И мы еще получим одну неприятность. А до этого сейчас, ну, буквально каждый день там. У нас есть и съемки каждый день ведутся, и все. Ну, просто-напросто. В же днем ходят и кирпич везут, и все остальное. Ну, хоть пост выставляют. Начальник отдела ГИБДД Евгений Старчак доложил, что на нарушителей проезда через мост уже составлено более ста протоколов. Но это не спасает ситуацию, поскольку, согласно установленному запрещающему знаку, штраф за это нарушение составляет всего 500 рублей. Эта сумма, конечно, не может остановить дальнобойщиков. Администрация района готова рассмотреть все варианты решения данной проблемы, вплоть до установки новых знаков с более серьезными штрафами. Вот такая угроза сейчас, она очень актуальна. И то, что раньше еще что-то можно было как-то или как-то чего-то пропускали, на сегодняшний день надо принять исчерпывающие меры о запрете того, чтобы грузовой транспорт. Если с нашей стороны нужно какой-то знак вывесить или еще что-то, то скажите, мы, значит, примем на комиссии и поставим такой знак. Если еще какие-то дополнительные меры. Потому что ситуация может уйти из-под контроля. И не дальше, боже, там пострадают люди. Все предложения, поступившие в ходе заседания по стабилизации обстановки на дорогах, были внесены в проект решения для дальнейшей реализации в реальной жизни. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События».